Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade и сегодня у нас на обзоре датчик абсолютной ориентации BNO-055, который предоставлен компанией DFRobot для обзора. Поехали! DFRobot представляет каталог различных шилдов, сенсоров и платформ для разработки. Здесь можно найти не только знакомые всем Arduino, но и ESP, также Raspberry Pi и различные другие платформы для разработок. Также здесь предоставлен огромнейший выбор роботоплатформ, от самых простых форм до очень сложных для того, чтобы создать крутых роботов. Большое количество примеров, а также готовых проектов помогут в быстром старте и освоении программирования, либо помогут найти какой-то новый интересный проект для себя. Что по характеристикам? Этот датчик имеет внутри встроенный 32-битный микроконтроллер, который полностью обрабатывает все данные. То есть не просто здесь акселерометр, гироскоп, магнитометр, а еще и есть микроконтроллер, который полученные данные обрабатывает и как-то фильтрует их, корректирует и уже выдает в чистом виде. Поэтому данные с этого датчика получаются очень-очень точными. Плюс к тому же этот датчик имеет возможность автокорректировки, автонастройки, что очень-очень круто. Я никакого другого датчика не знаю, который сам бы самокорректировался. Это вообще круто, крутой датчик, очень классно показывает все. Так, что у нас по характеристикам? 16-битный гироскоп, 14-битный акселерометр и магнитометр. Здесь также есть. Можно более подробно посмотреть характеристики акселерометра, гироскопа. Для меня это, честно говоря, цифры непонятные. Когда я получаю в чистом виде, то я примерно понимаю, что я получаю. Понятие магнитометра для меня это мало понятно, потому что с этим мало работал. Все эти датчики положения пространства для меня немножко не совсем изученная мной тема. Поэтому, например, что означает G, я не скажу вам. Ну и, соответственно, датчик давления BMP-280. Вполне нормальный датчик давления. Сам датчик работает по I2C. Точнее говоря, все зависит от того, какие настройки на нем будут заданы. Если перевернуть его с обратной стороны, у нас есть контакты PS1 и PS2. И если обратиться к даташиту, то в зависимости от того, каким к плюсу или к минусу будут подтянуты эти контакты, то этот датчик можно перенастроить на I2C, либо UART, либо там еще какой-то тип I2C интерфейса. В принципе, вот этой вот всей гребенкой можно ею не пользоваться. Я хоть ее впаял, сейчас понимаю, что она зря здесь стоит. И наоборот, она надо ее убрать, потому что она мешает. Потому что этого гнезда два контакта питания и два контакта I2C. Этого с головой хватает для того, чтобы этим датчиком пользоваться и им управлять. Ну ладно, давайте мы сейчас ее попробуем подключить. Это абсолютно несложно. Так, я его поставлю на макетку, потому что из-за этих штырьков он потом теперь падает постоянно, не лежит ровно. Подключать это все буду к UNA. В принципе, без разницы, к любой ардуино можно подключить, которая работает с I2C интерфейсом. И подключаем к компьютеру. Далее нам нужно будет скачать библиотеку. Для этого переходим на сайт DFRobot. Опускаемся немножко ниже. Тоже самое документация. Попадаем на страничку с документацией. Если опуститься чуть-чуть ниже, то вот у нас можно скачать две библиотеки. Для самого датчика BNO-055 и, если нужно, для BMP-280. Немножко выше поднимусь. Тут указано, что датчик BNO работает по адресу 0.28, BMP-280 по адресу 0.76 для линии I2C. На случай, если вы будете использовать какие-то другие библиотеки, то нужно будет эти адреса указать, для того, чтобы не было какой-то путаницы, и чтобы библиотеки точно заработали. Кстати, я пробовал этот датчик запускать с библиотекой Adafruit, но у меня почему-то не заработало. Библиотека в упор этот датчик не видит. Как будто бы его на линии вообще нет. Хотя я и в библиотеке и адрес прописывал, и вроде бы команды все правильно подаются под тем же самым адресом, который принимает этот датчик, но не видит. Не увидел этот датчик. В принципе, не страшно. Потому что эта библиотека BNO-055 от DF-Robot, она тоже вполне рабочая. Единственное, что я добавил сюда некоторые корректировки. Я библиотеку чуть подредактировал, добавил в нее некоторые функции, и теперь можно вручную запускать автонастройку датчика. Сейчас откроем Arduino IDE, куда нужно будет заранее подключить библиотеку. Итак, открылся. Заходим в файл. Примеры. DF-Robot BNO-055-Master. Эта библиотека уже подправлена. Я в нее добавил несколько функций, поэтому ссылка на исправленную библиотеку будет в описании. Ну и оригинал библиотеки также будет. Но я рекомендую взять подправленную, потому что здесь будет две функции. Калибровка и сохранение калибровки. Ну давайте самую простую. Получение углов эйлера. Открываем. Идет компиляция скетча. Открываем сериал-порт. И пошло у нас. Вот я поворачиваю. Вот повороты у нас. Я вот и повороты. Пробую наклонять в стороны. Вот ролл. И тангаж тоже. Пич тангаж. Он работает. То есть все работает. Точно так же можно получить и другие углы. Например, акселерометр можно получить. Или квотарионы. Это вообще удивительно то, что датчик сам по себе уже выдает квотарионы. Я хоть и мало в этом разбираюсь. Для меня эта тема малопонятная. Но тем не менее, не нужно в самом скетче писать какие-то там очень длинные коды для обработки данных, полученных с датчика. Датчик сам уже все посчитает, все сделает. Но есть один такой минус. Вот, пожалуйста, я сейчас беру компас. Ставлю, поворачиваю. Вот в той стороне у нас север. Понятно. Если я сейчас запущу датчик, открою сериал-порт. И у нас показывает, что север в той стороне. То есть вот в этой стороне север у нас. Я сейчас отключу питание для того, чтобы датчик перезагрузился. Поворачиваю датчик. Опять включаю питание. Открываю монитор порта. И у нас ноль градусов. То есть вот он. Яв. Рысканье. Поворот ноль градусов. Показываю в той стороне уже. Вот я поворачиваю. Вот видно. 360 ноль градусов. В той стороне север у нас. То есть каждый раз, при включении датчика, ему нужна калибровка. И здесь два варианта есть. Либо загружать ранее сохраненную калибровку, либо сделать калибровку датчика. Именно для этого я и делал модификацию библиотеки. Я добавил несколько функций. И их можно вызвать. Сделал примеры. Калибровка. Открываем этот пример. И здесь вначале у нас добавлена вот такая функция. Это функция калибровки датчика. Получается он переходит в режим калибровки. И его нужно пару раз повернуть. Делал несколько движений. Пока скалибруется гироскоп, акселерометр и магнитометр. И как только их калибровка произойдет, то дальше он уже будет показывать определенные значения. Давайте прошьем этот скетч. Открываем монитор порта. И пошла калибровка. Гироскоп сразу же откалибровался. Значение 3. Нужно, чтобы все системные калибровки, акселерометра и магнитометра тоже встали в значение 3. Магнитометр вообще легко калибруется. Для этого нужно просто взять датчик и помахать им в воздухе. Все. Магнитометр откалибровался. Для того, чтобы откалибровался акселерометр, я немножко путаю, в какую сторону. Кажется, в эту сторону. Нужно повернуть на 45 градусов, подержать немножко. И еще раз на 45 градусов. Нет, значит не в эту сторону. Акселерометр не откалибровался. Знаешь, в другую сторону. Повернули. Повернули, подержали немножко. Все, откалибровался. И хоть я и не поворачивал специально датчик, но смотрите, сейчас у нас север. Компас показывает. И я сейчас датчик тоже поворачиваю. И он тоже линией Y показывает на север, что у меня здесь магнитные поля. И вот компас у меня временами вообще начинает с ума сходить. На что-то реагировать. Вот в этом месте, вот в этом месте особенно. В общем, поэтому компас может чуть-чуть врать. Но, тем не менее, сейчас датчик показывает четко. Он скалиброванный. Не нужно писать каких-то там сильных, сложных программ по калибровке, по высчитыванию углов. Сделать пару движений. И датчик откалиброван. Самокалибровка произошла. Все лишь на все. И дальше пошли стандартные значения. Теперь можно спокойно там датчик поворачивать. Он откалиброван. А если нужно... Калибровка сбилась. Нужно откалибровать его. То достаточно опять вызвать вот эту вот функцию. While MPU is fully calibrated. Вот и все. То есть, до сих пор, пока не произойдет полная калибровка, он не откалибруется. Очень интересные датчики. Классные. То есть, то, что он может самокалиброваться и самонастраиваться, это огромнейший-огромнейший плюс. Чего, конечно, нет ни в каком другом датчике. По крайней мере, я ничего подобного не встречал. И, соответственно, он намного более точный, чем любой другой датчик. В качестве примера его работоспособности есть еще программка такая. Ему шоу. Версия 1.5. И для того, чтобы она работала, нужно загрузить туда скетч. То есть, скетч примера. Заходим. И вот это вот DF-робот дисплей DOV-10. Загружаем его, этот пример. Здесь, в принципе, ничего особенного. И в этой программе выбираем компорт, в котором подключена Ардуино. Скорость. И нажимаем Connect. И пошли значения. И вот я поворачиваю датчик. И так же сама картинка поворачивается. Все направление показывает. Оп. Интересно, все работает. Также здесь на борту есть датчик давления BMP 280. Для него тоже своя библиотека есть. Можно, в принципе, любую библиотеку использовать. Здесь один единственный пример. Его загружаем. И все должно работать. В принципе, такая компоновка. Акселерометр, гироскоп, магнитометр, плюс датчик. Давление. Эти датчики классно применять в каких-то устройствах, где нужно делать позиционирование в пространстве. То есть, например, в квадрокоптере или в самолете радиоуправляемом. То есть, в каком-то таком устройстве. Так или иначе, скетч прошит. Открываем сериал-порт. И вот мы видим температуру показывает. 24 градуса и давление. Вот такой вот классный, интересный датчик. Это один из лучших датчиков, которые мне встречались. Поэтому я вам его рекомендую. Если вы знаете какой-то лучший датчик, который может автокалиброваться, пожалуйста, напишите в комментариях. Будет интересно. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные, интересные. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!